Так, ну у меня сейчас опять такие искушения, конечно, начались. Я из дома выхожу, у меня бабушка там чуть ли не со слезами говорит, сейчас мы будем всей семьей собираться на коленах перед тобой остановить, чтобы ты отошла от него. Ну понятно, о ком я говорю. Вот ревность какая, вообще ничем необъяснима ревность. Интересно. Я тебя умоляю, ты там прогружения не принимай, мне запрещают вообще об этом даже думать, со всех сторон, то есть эта секта там, хотя им говоришь, ну вы так говорите, скажите конкретно, что там не так? Вот там отсуждают священников, все, больше ничего сказать не могут. Так вы еще считайте, священники, они безгрешны, почему Серафим Царовский ни одного не нашел спасенного? Вопрос. Три дня об них молился. Молился не о царе, которого расстреляют, молился не о будущем России, а о пастырях и архипастырях, и через три дня получил ответ, не пощажу и не помилую. Ну почему, вы на Серафима, а я-то этого не говорю, на него давайте там катите, а зачем на меня-то? Серафиму все равно. Ну еще раз, вы их допрашиваете, конкретно напишите, какая моя вина, и мне дайте это, я буду исправляться. Это бесполезно, это просто уже на духовном уровне, не столько кто-то, кто ощущает мой в планете. А скажите, вы мне можете дать взамен того, что я получаю здесь? Вот весь ответ-то. Остальное наследство какое? Я вам свое наследство отдаю, а не они. Я 50 лет работал, не покладая рук, не давая голове отдыха, душа. И это я даю бесплатно каждому. Что-то стоит это. Я вот вчера, сегодня получил фотографии от людей, которые заказывали книги. И они получили, ну с разных, там Москва, Воронежские, Воронежской области. Ну один, не один, ну обычно как, вот ящик, напротив ящика сфотографировался, потом книги разложил на кровати. Ну хорошие снимки. Это мне надо удовлетворение тоже, я человек, увидеть, что получили. А он так сделал. У него два сына, одному неполных два года, другому неполных четыре. Он по одной Нового Завета дал, он трехтомник, а остальным встал. А остальные, напротив, шкаф такой красивый, и в два ряда стоят книги. Конечно, приятно смотреть. Маленько погодя, приходит еще один, он к истинному православию сфотографировался, а потом три книги вот так в руки взял. Ну я вижу, там вот женщина, Санкт-Петербург. Мне приятно, я вижу плоды прошлых лет. Мне еще, знаете, говорят, он тебя ваттащит. Ну такие вот всякие вещи, конечно. Скажи, ну ладно, а где он находится? Какой-то адрес или ваттащит? Ну ладно. Ой-ой-ой. Ну мне, Игнат Тихонович, скажите, что у вас, я как-то это прослушал, справа рукой без зеленый палец, у вас это как это? В лагерях что ли? Откуда? Что случилось? Что случилось? Угу. Это дотошная какая. Ну я тебе простыми словами скажу, что немец оторвал мне. Ну и чё? Чё подумаешь? Ну я догадываюсь, можно дальше не говорить вообще. Ну это абсолютно точно, это немец, но не догадаешься никогда. Раньше изучали военное дело в наше время. А военное это по какой там, где рябина какая, винтовка и длинный штык. Ну я учился уже в седьмом классе, в соседней деревне это. Ну и дают-то там, за ними не смотрят. Я кое-как штык-то снял, а надо просчистить, чтобы легко снимался, убирался штык-то. А там в классе нечем. Я палец-то туда сунул и стал протирать его, чтобы учитель-то придёт мне показать. Ни тряпочки не дали, ничего нету. Вот. А с соседнего класса выскочил немец один, забежал, ничего нет. Он видит, я штык-то держу. Вот он схватил штык-то, я кричу, подожди, у меня там палец затерял. Он взял и его так крутят. Давай. А там ржавчина, всё это попало. Но больница только в районе. Зима, холод, кое-как меня туда доставили. Тут течёт всё. Я на квартире там остановился у одних, тут пошёл Антон на погонь по руке, хоть всю руку отнимай-то. Ну а хирург-то молодой, он спросил, что резать. Я говорю, ну сами смотрите. Ну она пошла уже как гангрена и идёт всё это. А оказалось, что у меня сустав-то шевелится. И вообще не надо было подлечить, надо было всё. А родителям я ничего не сказал. Родители-то в Потеряевке. А это было в Корщино, отвезли в Шарщино. Ну и операцию-то сделали, замотали. А мне куда деваться? Ещё двадцать километров до дому. Присыпился. Мороз сорок градусов. Видимо это. Но у матери было лекарство такое, камень какой-то. Его надо было точить и посыпать им. И вот это помогло, зажило. Конечно, это никакой роли не сыграло ни для армии, нигде. Ну, я уже привык, он маленько покороче наполовину. Вот. Когда скажу, что немец, мне повреждения нанёс у всех. Война. Она, я в тридцать девятом родился, в сорок первом войне. Мне два года было. Вот причина какая. А сколько вам лет было? Ну я пошёл в пять, это уходит. Пять, шесть, семь. Ну, наверное, двенадцать лет уже. Понятно. Двенадцать лет. Большой уже был. Ну вот так. Я его и не знаю даже ни фамилии, ничего. С соседнего класса я сразу уехал и пальцем болтается, переломена косточка-то. А был бы вот опытный сейчас какой-то хирург и сразу даже ничего заросло бы и нужды нет. Угу. Вот мы с Михаилом Батогиным недавно разговаривали насчёт книг. И он сказал, что сейчас такая проблема есть, что библиотеки многие закрываются. Да я слышал. Слышал. А что ещё? Я слышал. Это виноват Тимофей. Это не его сын Тимофей, а Тим Бернерс Ли, который интернет изобрёл. Туда выставили все книги. Никуда не надо идти. А они все есть. А интернет книгу никогда не заменит. Во-первых, не все. Там они есть. А во-вторых, электричество бац! Щубайс нажал, и миллионы людей сидят друг на друга, глядят. Остаётся только одно. Вот и всё. Это одно. А что одно? Как у Льва Толстого-то. Барыня увидела, что Матрёна-то опять беременна. И говорит, Матрёна, да ты то ли сдурела. Опять беременна. Да, барыня, у нас света-то нет. А мы с Никитой-то всё в местях и в местях. В местях, вместе. Вот и всё. У народа-то больше сейчас потушить свет, то они не читать не знают и не умеют. А у меня книги, я любую книгу открыл, пожалуйста. Пиафан Затворник ставит, полностью Златоуст. Для меня свет никакой роли не играет. Говорят, заменят бумажные варианты книги. Никогда не заменят. Никогда. Потому что по небу летел ангел, у него, говорит, вечное Евангелие. Есть книги, которые никто, да их даже и в руки-то не дают, чтобы заснять и в интернет поставить. Я заряжаю, этих книг нету. Ну, согласен. Ещё у нас это, как-то, говорит, о ёлках дошла речь. Он говорит, у вас в храме стоят ёлки? Ставят ёлки? Я говорю, ну, ставили, она не искусственная там, как бы, ты знаешь, что это языческое что-то такое? Ну, я говорю, да, я слышала, что ёлки, это как бы более такое языческое, что как бы жалко, особенно если живая, верь её. Она растёт 10 лет, её потом спиливают там на две недели, и потом выбрасывают. То есть такое как бы потребительское отношение к природе. У меня материал есть на эту тему. Во-первых, написано неоднократно, вырубите рощи. Языческие. Это языческое поклонение. Украшают дерево. А украшают кого? Украшают то, что уважают. Написано, ветвями деревьев украшаются. Ветвями деревьев и украшаются в храме, ну, там, в разные праздники какие были. А теперь-то речь идёт о миллионах, о миллионах деревьев каждый год. Ну, на Западе там придумали эти теперь, ну, какие они там, целлулоидные, зелёные. Идёшь сейчас, полные дворы везде набиты этими ёлками, там дворники сжигают. О, какой. Ну-ка. Здорово будет. Привет. 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 Что же ему показать-то? Ну, рядом у меня ещё нет показать ему. Видишь, у меня какое-то стёклышко есть? Смотри, видит он, нет? Ну, да. Он не поймёт, что это вообще. Я бы ещё что-то показал, но ещё у меня больше нету. Ой. У меня одна переписывается в моём мире с Украины, Валентина Пивень. Она не православная, но она много православнее других. Я у неё, я не знаю, пятьдесят с чем-то лет ей. Но она по духу мне такая. Я вот где-то застрял на двадцати годах, чуть постарше. Я не могу выйти из этого возраста. Всё время с молодёжью, начальник детского лагеря. И она такие вопросы задаёт, как будто бы ребёнок, там, совсем махонький какой-то. Я сегодня и выгнал. А вот это вот вы делаете. Я заметила на кухне вот, а лепёшки пекут. А там, наверное, запах такой. Это вокруг поля. А может кто пищет, в рот-то ему взять. А тарелку взял он, а потом отнёс. А почему взял? Я объясняю. Это когда спагетти, это длинная лапша она падает, а над столом нельзя наклоняться. Это скотство, Василий Великий говорит. И она во всё. А я ей отвечаю, а через неё узнают другие. А у других-то же вопросов нету. Вот так. Рисовать любят у нас вообще. Устал, наверное, сидеть-то уже. Всё, бежать надо. Иди к тяплению. А вы знаете сколько ребёнок вопросов задаёт за день? В среднем. Пока ещё. Четыреста вопросов. Четыреста в среднем. К матери присоединили там микрофонщик где-то к юбке-то и вечером посчитали. Нам нужно быть как дети. А люди бывают неинтересны его. Он не понимает уникальность дела какая, какой человек там перед ним. Вот я услышал о каком-то в другом городе. Я постараюсь съездить, если есть возможность. Настолько это уникально. Мой разговор был с Дмитрием Дудко, известный священник. А слепой дядя Гоша в Каннский, Красноярский край. Он один раз услышал и говорит, а вот этот человек, кто со священником беседует, это на меня, он говорит прав. И слепой, слепой полностью, слепой с поводырём приехал. А потом два раза один приезжал. Это внутри. Это нельзя этому научиться. А вот смотрите, Васильевич, о мультике. Какие вообще можно или какие-то только можно? Советские мультики более-менее. Или добрые. Или вообще вот Вы против? Вы о чем говорите? О фильмах? Мультики. Мультики? Ну какие? Я вот один только мультик признаю. Один. Называется «Принц Египта». Видели? Нет. Запишите. В электронной версии «Принц Египта». И еще один. Моисей. Принц Египта – это Моисея. Как он выводил. Вот. Оно сделано не так, как русские там эти, так переламываются, а именно как будто бы это люди, от них тень идет, и как бегут, и очень сильно. Ну, видимо, что умный коллектив. А мне очень нравится «Принц Египта» до возраста. Большое нравится. Супер книга называется. Про Библию. Библейские сюжеты. Новый Ветхий Завет. Ну, на Новый Ветхий Завет, допустим. Я вот спрашиваю, какие фильмы. Вот самый… Слушенька, не надо так делать. Самый сильный поставленный фильм – это Иисус. Иисус по Евангелии от Луки. А остальные в этом направлении даже близко не стоят. Иисус. Видели? Если. По Евангелии от Луки. Все. Цитируют точно. Такие артисты, даже забываешь, что это артисты. Иеремия. Очень сильный. Исфирь. Исфирь. Очень сильные фильмы. А такие как бы мирские – это Иуда бен Гур. Одиннадцать Оскаров. Иуда бен Гур. Это борьба добра и зла. Два друга, как римлянин и иудеянин, и потом они расходятся, и как идет это. Это как раз первый век рождения Христа. Вот первая была версия, где Питер Устинов играет Нерона. Это Кама Гридеши, Генрика Синкевича. Вот это новая, которая постановка, она никуда не годится. По сравнению с той. Кама Гридеши – английская, не польская инсценировка. Очень хорошая. Моисей, называется Иосиф, Иосиф Авраам. Еще есть искупление для евреев поставлено, искупление фильм. Он небольшой, но очень для евреев. Как еврейский раввин, обратился к Богу, и потом в семье он на Пасху проповедует. Говорит, и отец обращается. А другие братья, ну, некоторые уперлись еще. Нужно это просто увидеть. Я уж не говорю, у нас большая фонотека, это не фонотека, а видеотека. Это примерно, я не могу точно сказать, но из фильма 700 примерно у нас. 700. Почему? Детский лагерь, у нас специально просмотровый зал. Это морские глубины. Это Жак Ив Кусто. Много это есть. Дальше, национально-географическое общество. Там мы про шимпанзе. Люди такие труды положили. А мы готовы и сидим, смотрим. Я как бы везде побывал. О зверях, о разных. Например, когти, отдельно клювы. И все это. И ребенок, сидя дома, многое может узнать. Вот сейчас, вот кому, может быть, на пользу услышат. Есть канал в интернете «Радость моя» называется. И там набираешь и с нулевого возраста, и до школьного. Больше даже. Там такие полезные для детей передачи в такой постановке игровой сделанной, доступной. То есть можно и читать, и писать, научиться, и мир познавать. И столько там всего. Ну, наверное, на основе религии, веры. То есть такой канал. Вот я прям для меня была, как находка, кладезь. Такая «Радость моя» называется. Ну, нельзя отрицать то, что полезно. Ну, нельзя. Это очень полезно. Да, там все очень полезно. Здорово. Смотри, в какое время, именно в какое ты время, сколько ты отдаешь, чтобы это никак не препятствовало молитве. Я вот некоторые фильмы… Я вот для него говорю, для маленьких детей. Ну, для маленьких это труднее набрать. Надо быть где-то рядом, потому что надо просматривать их. Но мультики, в общем, в большинстве своем под запретом у нас. Там они такие, и «Насилие», там «Барбаре», еще только нет этих. Транформеры разные показывают. Нет, это нельзя, нельзя такое. Вот вы хоть там не верите, кто на том свете был, а я доверяю немножко. Там девушка была аргентинка, ей показывали поп-звезды какие-то там, чему пропадают в ад, актеры и так далее. Говорит, и мальчика мне показали восьмилетним. Почему? А он говорит, и родители его не воспитывали ремнем, его баловали. И он в мультики подсел, там «Покемоны», «Драконы». И говорит, у него вот через такие мультики дети весы сияются, вот такие. Он говорит, нельзя никак показывать такое детям. Они становятся непослушные, неуправляемые потом. И родители будут пожинать плодой. Вот так. Я один фильм посмотрел, Никита Михалков ставит. Он вообще для меня сторонний человек. Он матерится. И я посмотрел его фильм «Двенадцать», так называется «Двенадцать». И мое мнение резко изменилось. Я сразу стал за него молиться. «Двенадцать» называется. Да. Видели, да? Не видели фильм такой «Я легенда»? Нет. Я слышала, не слышала. Это законной фильм масонов, видимо. Или евреев. «Я легенда». Вот. Разработкой идет лекарство против рака. И дает интервью женщина и говорит, ну и сколько вы испытали? Она говорит, ну там 980 человек. А какой процент выздоровления? Она говорит, сто процентов. Сто процентов? Да. И показывает. Проходит три года. Пустой Нью-Йорк. Все вымерли. Оказалось, вирус, который оттуда вышел. И дальше как развивается на этом событие? Отдача всего себя до человека. Ну его надо разъяснять. Там сохранилось только 12 миллионов и резервации где-то на севере. И вирус не смог проникнуть. Я говорю, а почему 12? Не знаю. 12 миллионов евреев. Чего ты не догадываешься? Их и 12 миллионов. Они остаются. Вот золотой миллиард. Это заказной фильм-то. Люди смотрят и не понимают. И там люди, которые уже заразились, они или умирают, или превращаются в манкуртов. Они ничего не понимают. Света видеть не могут. Сидят в темноте, ночью выходят, ищут людей и пожирают. Людей пожирают. Людоедство идет. И вот это все показано. Я говорю, вы понимаете, свет, свет есть Евангелие. Сегодня под этих манкуртов больше всего священники подходят. Они как огня боятся Евангелия. Я вам расшифрую этот фильм-то. Он глубокий фильм. А они его смотрят. Да ну, что там. И такие подобранные кадры. Просто смотришь. Ну да, да, да. Я легенда. Это американский фильм? Американский. Я несколько кадров увидел, смотрели люди. Я говорю, а что за фильм? Да вот такой-то нет. Я говорю, нет. Не надо пересмотреть. Посмотрел. Я говорю, вы даже не поняли. Это заказной. Заказной фильм. Есть фильм «Шесть» называется. Шесть. Шесть. Это о времени антихриста. Когда будет пищать и не продать, не купить. Очень сильно поставлено. Сильно. Ну, а есть такой просто антихрист называется. Это надо... Ну, это настрой дает. У тебя веселье лишнее-то исчезнет. Рот-то закроешь. Я говорю о том, что... Ну, полезно просто. И когда кончится, можно обсуждать. Вот религиозные фильмы, они как будто бы для взрослых. Но они все и для детей. А потом ему... Останови даже маленько. А потом разъясни. Пусть он на следующий день не в раз что-то. Вот. А вот я вам присылал такой ролик. Вырезка из «Пирата Карибского» четвертой части. Она как бы поставлена. Про нее когда даже говорили. Там был христианский смысл заложен. Но у него противоречивый фильм. То есть там убийство все. Но они поставили там как бы кадр миссионера. И вот я вам прислала. Он как бы вопрос говорит. Ты либо с вами, либо против нас? То есть как он отвечает. Говорит, я не с вами и не против вас. То есть он как верующий не может ни на той стороне воевать, ни на другой. Не знаю. Я знаю. Я вам присылал. Помните, да? Может вы присылали. Я его не помню. Я его не смотрел. А может быть другое название. Я знаю вот «Мормоны», так называется фильм. И вот какой у них порядок. Сдумал жениться парень. Он объявляет старейшинам. И его отсылают на два года миссионерам. По-другому не женятся. Ну в виде у православных. Ведь ни один не будет слушаться. И он оставил невесту, поехал на остров. И почти весь остров обратился. Вот и все. То есть мы многому можем научиться. Иногда бывает. Да вот в храме фотографируют. А к нам приезжал Масленников Михаил. Он фотографирует в алтаре при службе патриарха. Алексей Второй был. И кто-то тоже там начал. Видно из старой закваски был. А патриарх сказал, не надо трогать. Это наша история. Вот смотрите. Противоречий нет в Священном Писании. Потому что Иисус запрещает называть кого-нибудь. Либо безумным. Иначе гиены огненные. Но в самом 23 главе от Матфея, Книжникова, Парисея два раза называют безумными. И Давид тоже называет самым безумным. То есть как это сочетается? Не противоречит друг другу? Нет, не противоречит. Дело в том, что если это безумный, значит безумный. Речь идет брата твоего, когда он не на отлучении. И он называет его безумным. Там написано, кто скажет брату своему. Вот это надо Бога. А если безумно написано, я считаю, Псалом 52, 13. И написано, сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Все, которые вокруг нас, это безумцы. Они не верят в Бога. И Златовуста называют безумнейшие из безумных. Даже более того. Почему он, во-первых, не брат, а во-вторых, он безумный, отрицает Творца, творением которого пользуется. Тут надо до конца смотреть. То есть брат по вере имеется в виду? Как? Брат по вере? Какой брат? Или по одному? Брат по вере, конечно, брат по вере. У меня брат, если не верующий, он не верит, он безумный. Какая разница-то? По вере, брат. Безумный, когда он отрекся, не знает. Ты никогда, допустим, ну к примеру я скажу. Мне задают вопрос, а как считаете, Дух Святой есть или нет у баптистов? Понимаете как? Ну, я стою на кафедре в университете, и вопросы такие идут. Дух Святой ощущается по делам, а не потому что я скажу есть или нет. Написано так, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Скажите, Иисуса Господом признают баптисты? Да. А это нельзя сделать, признание без Духа Святого. Так они не православные, нет, по порядку. В момент, когда он его признал, в это время это дар Духа Святого. Но они засохли на этой ступеньке. Они дальше не идут. Они не имеют рукоположного священства, я поясняю. А значит, они не имеют литургии, не имеют таинства. Не имеют таинства, нет причастия, они имеют в себе жизни. Нет благодати освящающих. Когда благодать трех видов. Первая – призывающая, обращающая и освящающая. Это фан затворник говорит. У православия две первые, у сектантов третья. А у православных первых двух нет. Вот это и надо взять доброе друг от друга. Вот там тоже, смотрите, специально говорит, не суди, не будешь судим. И другой, глава седьмая. Не судите по наружности, но судите судом правильным. То есть не судите, а с другой стороны судите. Ну правильно. То есть как-то тоже интересно. Но слово судить я пояснял. Судить означает выносить суд окончательный. Осудили его. Осудили, приговорили, отправили. Он потерял все права гражданина. Он теперь заключенный. Но написано суждение, а суждение близкие друг к другу. Иначе мы вообще рассуждать не можем. Мы говорим, Иуда предатель. Я его осудил или нет? Во-первых, это Евангелие говорит. Во-вторых, он предатель. А если я скажу, Власов Андрей Андреевич предатель. Вот это надо под вопросом. Или Краснов, там генерал на стороне фашистов был. Как он был, что был. Это решает, во-первых, не один человек. Я не выношу суждение. Я просто говорю. Как надо. Я знаю, что меня священники все судят. А я их не сужу ни одного. Почему? Я показываю. Вот как надо крестить. А они-то в ответ злобятся. Ну, называют там то еретик, то сектант, то там фашист, то мусульмане. Они что угодно огородят. Они осуждают смертно, грешат. И я повода им никакого не давал. Они хотят, чтобы я замолчал. Но Еремея говорит, я хотел молчать, но внутри меня как разытый огонь был. И весь ответ. Я их ни одного не осуждаю. А вы говорите, я патриарху говорю, что неправильно он ответил. Я разбираю его ответ. А как вы считаете, спасется или нет? Трудно ему спастись. Трудно, как Алексею второму видение. Слышали, какое было? Емелся-то. Феодосий. Да. Не правители. Говорят, а кривители. И нет вам места счастья в царстве Божьем. Было, не было видения, но слишком взятое из жизни похоже. Я ничего не даю повода какого осуждать меня. Никакого. Вообще никакого. Ни большого, ни малого. А вы когда говорите, он прописан в другом месте, это не осуждение или просто как бы возможно? Я говорю, что такой человек, который не принимает истину, и ему не вложить. Почему? Его имени нет на ней, он прописан в аду. Он делом показывает. А как узнать, подхудел Духа Святого или нет? Нет раскаяния. И вот эти священники, которые клевещут на проповедь, что мы делаем, они или похулили, или они не понимают совершенно. И когда приходишь, ой, меня прости, зачем тебе было лезть? Я тебе уже десять лет назад говорил, сколько ты душ отвлек. Я сказал, это согласно Слову Божию. Исход 32 глава 32 стих. Себе запишите. Когда я называю места, вы записываете. Да. Где кто прописан? Прописан. Это же шестая глава языки Иля. Это надо смотреть. Моисей говорит, ты меня вычеркни тогда. Это три человека я знаю за всю историю, которые так говорили. Второй Павел говорит, желай быть отлученным за роды их мне иудеев. И Серафим Саровский. Я думаю, все они говорили, не понимая, о чем говорят. Они в аду ни одного дня не были. Они не знают, что такое лишиться царства небесного. Просто показали ревность и сказали. Больше никак нельзя объяснить. Нельзя отрекаться от того, чего ты не знаешь. Лишиться царство небесное ради другого, этого и Христос не делал. Ну вот у нас интересно знакомых, на миссионера учится там человек. И патриарх же сказал, чтобы в каждом приходе был миссионер. И вот сейчас открыли все факультеты, слышим образование миссионерское. Я как бы разговариваю. Я говорю, ну это же предполагать, что будете на улице выходить, то есть как бы проповедовать. Говорит, нет. Говорит, это заключается в том, что вот сейчас народ жаждет, он сам идет в храм, а его в храм должен встретить человек и там ему объяснить. Но никаких, то есть ни дорог, ни улиц, ни квартир, естественно. Только в храме встречать. Ну это люди, которые ничего не знают, с них спрашивать нечего. Патриарх Кирилл говорит так, когда храмы открылись, это газета Труд напечатана, я могу вам целиком текст его дать, какой газеты, страница, у меня все это в книгах отображено. И людей много, нахлынули священники, думали, так всегда и будет. Но храмы пустые. И поэтому нужно менять тактику. Нам нужно, дословно говорит, переформатировать сознание народа. Поэтому идите на перепутье дорог. Идите в самые дальние места. Идите и проповедуйте. Это патриарх Кирилл говорит, он не сказал в храм. В храм никто не пойдет. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Всей. По словам тварь то еще что можно понимать? Может понимать надо и гусей, и поросят. Все мы твари получаются, в общем-то. Творение. Ну, у католиков были такие, которые проповедовали даже животным. И дикие, как у Серафима, медведь там слушал. А он им говорил. Даже как говорили, вот один зашел в пещеру, а там лев лежит. Жития святых Зосима, кажется он. Ну а лев-то лежит. Он зашел и говорит, лев, ты уходи оттуда, тут тепло. Я буду здесь. Я должен здесь быть. А ты уступи мне. У тебя души нет, а у меня душа есть. Лев поднялся и пошел. Видишь, как разговаривали. У тебя души нет, а у меня душа есть. Какое преимущество? У меня душа тоже есть, только какая-то там животная. Ну, мы знаем, Феодора, она на крокодиле ездила. Братья посылали специально ее монахи, чтобы ее съел крокодил. А он подплывал, она садилась и хорошую воду исчерпала среди озера. Монахи тоже вытворяли. Житие святого Флорентия. У него был медведь. Он никому не мешал. Медведь работал. Он ему там помогал из лесу дрова привезти. На монахи от злости лопались. В монахи тошли разбойники. И четверо согласились вместе где-то, когда его не было дома. Ну, они медведя приперли, видно, рогатина-то и убили. Он до того огневался, пришел, да будьте вы прокляты. Что за монахи то? И они все умерли. Ну, так тоже нельзя говорить же. Ну, нельзя, ну, сказал уже. Ну, житья сохранило это. Нельзя. Он горько посекаялся. Ну, а убивать-то медведя, почему не говорят, что нельзя? Они его довели до этого состояния. Угу. Вот. Еще вот одно, которое я не могу понять, противоречие или нет. Кто разводится кроме вины и любодеяния, тот подает повод прелюбодействовать. А апостол Павел Иоанн Золотов допускает в крайнем случае развод. Ну, если целомудрен, например, жить. То есть как бы Иисус Христос говорит, что только кроме одной вины нельзя разводиться. А уже апостол, святые, там, бывает, что такие считаются невозможными терпеть и уходят. Нет, нету, нету ничего. Это нужно с этим законом. Уходит, она может быть развестись. Может. Он дал ей повод развестись. Каждый день бьет, приходит. Но она должна оставаться одна безбрачной до смерти мужа. Вот да, об этом. Но Иисус Христос же об этом не сказал. Он сказал только кроме вины. Ну, кроме вины и все. То есть законный развод будет твой. Кроме вины и любодеяния. Можешь уйти. А Василий Великий этот закон еще сглаживает и говорит. И муж изменяет тебе. Ты имеешь право, но я тебе не советую. Потом ты будешь жалеть. Перетерпи. Прогорит это все. И дальше семья сохранится. Василий Великий говорит. Но в любом случае церковь учит до последнего сохранять брак. Потому что вот та же девочка была. Они, вот эти лукавые, мечтают все семья разорить, развести. Потому что только на убийствах основано и на разорении. Все. Но только Господи. Если муж умрет. Это 739 1 Коринфянам. Выйти за кого хочет по выбору сама. Но только Господи. Только за верующего. Но лучше не выходить. Дальше вопрос. О приветствии у вас было как-то занятие? Вот. С кем можно здороваться? С кем нельзя? Вот. Я не очень поняла. Как бы. Вы много цитировали. Но у меня как-то. Такой немножко. Запуталась я. Потому что за это у меня в книге у вас попало, что вы с отцом не всегда общались. Я правильно понимаю? Слово приветствие имеет несколько иной оттенок. То есть я одобряю то, что ты делаешь. Вот ты делаешь это. Я приветствую тебя. Твоя работа мне нравится. Я приветствую. Поэтому вас изберите нейтрально. Если я встречаюсь с иноверцем, с кем-то, которого я не знаю. Там бывает иритик. Я говорю ему добрый день. Это меня ни к чему не обязывает. Это означает добрый день. У меня все хорошо. И того я тебе желаю. Ни более, ни менее. Вот. Я даже здравствуйте не говорю. Потому что я не знаю, нужно ему здоровье или нет. Поэтому ну маленько тут чуть-чуть шевельнуть. Говорится. Мозгинка это. И уже будет. Но приветствовать имеет такой смысл. Не приветствуйте его. Приветствующий его участвует в злых делах его. Прямо говорит. Ты, ну, приветствующий. А при чем тут злые дела? Да ты их одобряешь, дела-то. Ты участвуешь с ним, раз ты одобряешь. А вот Иисус Христос говорит, если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете с другой стороны? Вот это не с другой стороны. То есть есть люди, которые добрые. Приветствия, одобрения, повторяю, в добрых делах. Вот я иду, а человек в это время помогает бедному. Я прямо вижу его. А он совершенно может не верующий. Я свободно его приветствую. То есть я как бы с ним вместе участвую. Он будет и на верес или кто-то. Но ты видишь, явно он делает христианское дело. Навещает, посещает, помогает. Как я его могу не приветствовать? Неужели только братьев? Вот тут и совмещение идет на деле. Дело определяет. А если я не знаю, я не могу его приветствовать. А вот я знаю, он другой даже, веру совсем. Но он такой добрый этот человек. Я даже в пример его ставлю везде. Я его смело говорю, приветствую тебя. А братом назову его только тогда, когда он будет все понимать, как должно. Постараюсь пока воздержать. Когда я чувствую, что он родной брат мне. Здесь на все маленько надо смотреть. И вот про родителей. Можно не обличать родителей или бабушкам, дедушкам. Потому что, как будет так звучит, обличать родителей. Как кощунство какое-то. То есть не кощунство, не это. Потому что к Тимофею, глава 5, первое послание, он говорит, старца не укоряй, но увещавай, как отца. Как это понять? Не укоряй, но увещай, как отца. Ну, укорять простое дело. Убукор ставить, это приткнуть его. Допустим, я вот вижу пожилой человек. И я начинаю говорить, ты когда пришел к Богу? Да вот я недавно ходил, слышал. Где ты был раньше? Ты не мог. Почему ты 30 лет назад не пришел? Я начинаю укорять. Не знаю той обстановки политической. Что этот человек столько отбыл. Невинно оклеветанный по 28 статье. Я его укоряю, укоряю за что-то. За что-то? Его нельзя не поправить, ничего. А ты его увещавай, он делает не так. А ты его увещавай. Он говорит, пожилой, зачем ты бороду бреешь-то? Вот я говорю, да вот знаете, это вот потому на заводе где-то работает. Господь не дал никаких извинений. Этого не надо делать. Я его увещеваю. А что я буду укорять-то его? Укоряют тогда, когда человек совершенно сбился с пути, и неоднократно падает. И нельзя никак. Смотри, какой ты пример даешь-то. Дома безобразнейшие все. Дети такие из тебя пример берут. Вот врачи говорят, лекарства. Другое говорят. И в конце добавляют. Знаете, лекарства, лекарства. Вы с врачом побудьте у него. Индивидуально к каждому. Одному это, а другому может быть и противопоказано. Я узнаю, на ночь очень хорошо ложка меда в теплой воде. Самое лучшее лекарство. Если у тебя больной желудок или кишечник. Простое лекарство. Только достань с пасеки, не купленный где-то 100% мед. Там не сахар разбавленный. И утром ложечку. Медленно-медленно слизывай его. Слизывай, не запивай ни грамма. Медленно-медленно. Там растяни, там минут на пять. Ложку вот эту слизал, все. В течение часа ничего не ешь. Это пишет профессор Насаль. Я это убедился. Ну они с сыном там 30 лет этим занимаются. Насаль. Зарядить. Все. Пройдет там несколько месяцев, два и ты забудешь про эту болезнь свою. Конечно, не там-то открытая язва какая-то. Другие немощи. Ну я это услышал, применил. Другому сказал. А другому не подходит. Я могу ошибиться, но при какой-то болезни мед не рекомендуется. То ли почки, то ли с чем-то с печенью связано. При одной только болезни. Мед абсолютно от всех болезней. Ну как его применять? Написано шел мед, ешь в меру, чтобы не изблевать. Для чего тоже написано это? Ой. Вот кстати, к фильмам возвращаюсь. Помнил фильм тоже хороший есть. Дженеир. То есть там Аси. Это два варианта. Или даже три варианта есть. Вот такой интересный. Да. Вот возьмите вариант, который более ранний. Он лучше. У меня они все есть. Я эти фильмы покупали мы. А потом я на этом распространял. Я на своем компьютере сразу 500 что ли экземпляров там сделал. Для наших людей. Ну по стоимости этих дисков. Уже не ради чего-то. И бабушки дома там посмотрят. Полезный фильм. Угу. Вот сейчас канал Культура выпустил 12 серий про Ахостолов. Тоже вот я скачала. Еще все не смотрела. Но очень интересно. Там такие по Библии, по Евангелии еще. Не знаю. Не смотрел это. Можете посмотреть. 12 серий. Обвиняйте на раз. Вот вы так говорите. А там молитесь. И сами фильмы смотрите. Смотрю. Но иногда я нахожу и даже другим где-то какой-то совет. Ну сколько смотрю. Вот. Уже недели две я ни одного фильма не смотрел. Но иногда вот меня прям настаивают. Вот посмотрите. Вот посмотрите. Ну что посмотрите то. Ну как ездил Путин там где-то. Или Патриарх где-то был. Это не фильм никакой. Я посмотрел. Вот выступает иногда Жириновский. У меня отдельно на форуме. Отдельно для него тема выделена где-то. Очень интересный политик говорит. Ну столько самодурства в нем. Но говорит довольно оригинально. Очень умный. Почему не посмотреть то. Вот. Позавчера, кажется, я посмотрел. Есть священник. Вы запишите себе его. Мороз. Ну мороз. Холодно. Мороз. Алексей. И вот о колдовстве. О разном обо всем этом. Говорит очень хорошо. Ну я. Когда считаю. Меня буквально режет. Когда он неправильно говорит. Вот бывает где-то там бряхнет какой-то. Даже не хочу называть их. Они довольно активные такие. Но настолько отвечают необдуманно. Они. Как будто для них не существует ни Библии. А этот прямо говорит. Так складная речь. Он где-то с кафедры говорит. Я прослушал. И могу сказать только аминь. Да благословит его Господь. Аминь. Аминь. Вот. И вот интересно тоже. Священник один у меня тут есть. О крещении интересно сказал. И Денисоль тоже с этим где-то переплетается. Как только человек начинается. Рождается. То есть он уже несет на себе. Вот это первородный грех. То есть в нем уже потеряется как бы один герс. Ну как бы так считается. Вот. И акушерки. Когда принимают роды. Они как бы. Получается оскверняются. Они должны после каждых родов. Читать и очистить мою молитву. И вот этот человек живет с этим один. Там как он. Весом. С рождения. Зачатия. И когда он. Приступает к крещению. То бес выгоняется из человека. И он ходит там по безводным. Как бы путям. Там или по морям. Там ищет себе. Пристанище. А потом. Возвращается как бы к этому человеку. И смотрит. Доступно просто объяснять. Занято сердце или нет. То есть. Как бы. Живет ли по христиански человек. Или нет. Если он видит. Что его покрестили. Но он живет. Как по мерзки. Он берет с собой. Семь ближайших еще. Весок. И получается. Всего восемь. Восемь страстей отсюда. Игнать себя. Игнать себя. На одном стихе. Построили сериал целый. Ребенок. Женщина. Принимает отклонение. Откуда что это берут. Зачем к ребенку. Речь идет о том. Что человек уверовал во Христа. Ощищенный верою. И теперь. Пал. И он. Где-то по морям. Не написано где. Не надо эти слова говорить. Мы этого не знаем. Но написано. Возвращается. И берет. Семь злейших. И для человека. А то бывает. Последнее. Хуже первого. А когда он рождается. Человек. Женщина другая. Акушерта воскверняется. Нигде. Нигде. Это даже не поминайте. Нигде. Вы одно только знаете. Она помогла жизни. Чтобы не повредила. Тянула. Шейку там не свернула. Паралитиком не сделала. Вот так. Рождается ребенок. И начинает. Знаете. По природе. Каждая душа христианка. Это Тартулян сказал. А когда она была по природе. Когда была сотворена. Сегодня. По природе. Душа язычница. Люто язычница. Вот маленький ребенок. Совсем маленький. Посмотри. Как у него лицо. Искажается. Когда он берет. Тянет к себе. А еще не ползает. Еще. Подгузники не сняли. А уже стараются. По своему все сделать. Какая то душа. Да как вот Господь сказал. Таковыхи. Царство небесное. Ты не забывай. Это были дети евреев. Обрезанное. Дети богоизбранного народа. Это там не дети Пилата были. Ирода. Это надо. Ирода. Идумиянин был. Он не еврей был. Потому что. Пресеклось уже это царство. И тогда написано. Пресечется князь от Иуды. И придет. Иуду. Вот. Это надо все смотреть. Ну а как это можно смотреть? Ну как Бог дал святым отцам это принять. Поэтому приходится много считать. Да. Есть такая. Вы видите, да? Да. Вот я открою ее. Вот даже посмотрите. Вопрос-ответ. Опа. Что-то тут задел. Сейчас маленько. Вот. Вот. Я не знаю. Тут видно, не видно. Вопрос-ответ. 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 Вопрос иногда больше ответа. Два-три слова и по-своему. Я начал подчеркивать. И это такую рекламу дает впереди, который. Он отвечает. Нигде. Вопреки Слова Божия нету. Заранее настраивает. Ну для кого говорить не знаю. Но выпустили-то где? Это Амвросия Ивановский епископ по благословению. Амвросия. Высокопрещенная архиепископа Ивановского и Кенишемского. Вот так. Какие это ответы-то? Почти. Почти нет даже одного процента, где он ссылался бы на Библию. Священники допускают страшную ошибку, когда стоит, думают к нему обошлись. Да не к нему пришли люди. Люди хотят получить ответ от Бога. Считают, что тебя Бог открывает. А ему Бог-то не открывает еще, он и не просил. Я вчера вечер посчитал. Говорю, Володя, сейчас глаза не глядят. Давай, считай. Считай. Ну где это? Нет этого ни в Писании, нигде. Он должен был четко ответить. Сослаться на Святого Отца. На кого-то еще. Ничего этого нету. Вот как бы основная задача человека. Искать и найти Бога. Потом примириться с Богом Отцом через Иисуса Христа. Стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. Правильно? Последовательно. Ну тут не говорится о том, чтобы быть Вадимом Духом Божиим. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Божиим. Вот два пункта, которые сюда найдите им место. Без этого. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Все, тут его может быть, а Духа Христова не быть. Поэтому задача абсолютно для всех быть Вадимом Духом Божиим. Это выразил особенно щетка Серафим Царовский. Стижание Духа Святого. Если этого нет, все не имеет смысла. Ну на этой земле тебе хорошо. А если надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. А кто такие хищники? Ну есть хищники-животные. Старство Божие не наследует которого. Это человека-хищники. Считаются те, которые похищали, как невест и продавали. А есть те, которые отнимают последний кусок хлеба. Хищники-это кровожадные звери. И поэтому, которые отнимают. Написано, богатые, которые не дают зарплату и отнимают у бедного пропитание. Есть кровопийца. Кровопийца. А кровопийца-это хищник. То есть человек работает, а зарплату не платят. Это хищники. Хищники. Они терзают тех, которые не ниже их. А то волки хищные. Вот эти миллиардеры, олигархи. Это все хищные звери. Они Царствие Божие не наследуют. А чтобы наследовать им, допустим, олигарху, он должен половину умения раздать, а кого обидел четверо, как Захей. Так, а вот такой вопрос я в Евангелии никак не пойму. Там написано время, но все равно очень понятно. В какое время дня умер Иисус на кресте? По-нашему, где вы находитесь? В три часа дня, по-нашему. Там время на шесть часов с еврейским. Еврейское время на шесть часов раньше. Нет, по еврейскому времени. По еврейскому. У нас вечером шесть, а у них, у нас седьмой час пошел, а у них новый день начался. Независимо от того, где он находится. По времени. Не по поясам, а именно время, которое у нас здесь. Это началась суббота. Вот так. И поэтому евангелист Иоанн говорит, допустим, по римскому времени, по нему мы и считаем. Оно сходится с нашим. По-нашему. Вот, допустим, вы живете в Оренбурге. Когда у вас в Оренбурге будет в пятницу три часа дня, это означает, что Христос умер. В двенадцать он распятый, до трех часов он на кресте, в три часа испустил дух. По нашему времени. Три часа осталось на похороны. Время уже кончалось. Вот и все. Так, ну дальше вопрос. Вот клещи, паразиты, комары, шершни. Это как бы понятно, что Господь их сотворил. Но некоторые говорят это от лукавого. Он как бы наказывает людей. Доставляет ему там неудобство. А лукавого это при чем здесь? Никакого. Яков не из Зибийски. Есть такое житие святых. Их Яков много было. Он управлял вот этими стихиями. Окружили город, воины. А он наслал на них. Наслал написано. Как бог шершней. Москиты праздновали. А кони-то они стали бить колеса. Все разбили. И они отступили от них. Комара не отбился. Вот вы как представили сколько черты, йоты, то есть это сколько количеств йоты в Библии. Мне сразу сказалось так оригинально. Но другие люди, которые я слышала, говорят это вообще, это буквоет. Это как можно до такого. А я говорю, ну как же интересно ни одна черта, ни одна йота не приедет. Я вижу в этом как бы любовь к Святой Библии, к Святому Слову Божию до Петру. А другие люди иначе. А вы знаете что? Откройте им Евангелие от Матфея. И с первой страницы он будет ссылаться подряд. Потому что Евангелие от Матфеев написано для евреев. И он ссылается и ссылается. А с какой целью он ссылается-то? Зачем он ссылается? Зачем апостол Павел в послании к кремлинам непрерывно цитирует места писания и ссылки? Почитайте. Два. Матфея к кремлинам. Это люди, которые не любят Слово Божие. Это слова живого Христа, живого Духа Святого. Я у ног его сижу. А им разницы нет. Они привыкли баснями заниматься. А мне это век не надо. Я что бы ни видел, у меня все трансформируется на Священное Писание. То есть я все время нахожусь в этом состоянии. То есть это наконец наступает такой момент, когда я мыслю категориями Святой Библии. Вот он такой, говорят там что-то про резиденты, там другое. Он говорит, а я мгновенно перевожу на Священное Писание. Вы говорите, вот когда у женщины женские дни. То есть она нельзя и Библию читать или что? Прикасаться. Прикасаться. Ты можешь по интернету слушать. Возьми и слушай. Возьми и считай. Старайся воздержаться. Это не помешает. Написано к святыне не прикасаться. И вопрос полностью снятый. А как это так не считать? Попроси, чтобы кто-то листал тебя. Вот он подойдет. Ну-ка, сынок, перелистни мне Библию. И чтобы он видел, что в самом деле у моего было благоговение. Никогда не перешагивайте. Понимаете? Это надо себя на это настроить. Нельзя. И в этом все сказано. Храм не опаздывать никогда. Никогда не уходить раньше. У нас это в устав записано. И что никогда не опаздывайте никогда. Я встречал один рассказ такой. Я не знаю где и как было. Умер он пожилой. У него дети были. Сколько-то сыновей. Ну и что припомнить-то? И кто-то говорит, а вы не помните, он был, а что пропускал богослужение? Нет. Так он не болел никогда. Болел. И приходил, приходил. А у него было, что дети приезжали издалека. А было, что ему нужно было там что-то делать. И все равно приходил, приходил. Вот он оставил нам пример. И что нам еще вспоминать? Когда в Библии написано, в житиях написано, подчеркивается, он приходил первый и уходил последний. Вот апостол Павел, 1 Тимофея, глава 3, описывает, какие должны быть священнослужители, что в доме у них должно быть все в порядке, строгости, семья и дети. Ну вот на современный день, как бы, мы видим, я не хочу как бы подумать, что это может осуждение, что священнослужители и дети в миру, даже не скажешь, что они… В общем, они мирские такие же, так же выглядят, так же говорят, зачастую. Это как это, искушение для священнослужителей? Успытание? Он не должен быть священником. Написано, доколе не сделаешь всех в своем доме верующими, в доме его. В доме имеется в виду дети и прочее. Это канон есть. И канон, и апостол Павел говорит. Вопрос вообще снимается. А не то, что он вынырнул, а он ребенок, допустим, вырос отдельно или где-то был. Имеется в виду, конечно, о женатом и у которого есть дети. Семья. А не то, что там старшие братья или кто-то. Он за них не отвечает. А именно в его доме. Они должны быть верующими. Если он… А какой, значит, будет он пример давать? Никакого. Вот возьмите. Радиопроповедник Сельсинки всегда передавал. Ярл Николаевич Пейси. У него девять сыновей. И все проповедники по всему лесу земли. Вот и все. Почему? Он все делал для этого. Этим жил. Интересно. Он баптист, но он из пятидесятников. Пятидесятник там они были вместе. И вот у него умерла жена. Я уже просто сказать слово так. И он женился. А она молодая. Может быть ей лет тридцать пять, а ему там больше. И вот один баптист мне из Америки звонит. Что вы восхищаетесь? Он женился. Она моложе его. Я говорю, а какие-то преграды есть? Моложе или так? Богородица Дева Мария держала ребенка на руках, когда ей было не полных пятнадцать лет. Первый. Иосифу было семьдесят два или восемьдесят два года. А в этом пределе где-то какая разница? В четыре с лишним раза. И никто никогда не упрекает. Для людей он был настоящий муж. А мы говорим, он был ее хранить или другое. Тут все придумали слова. Обручник. А он был по паспорту настоящий муж. И все понимали, что это его дети. Я за этого закончу. Записываю. Какая его вина? Никакой вины его нету. Он при живой жене? Нет, она умерла. Свободный. Она его полюбила. Да, она всегда помощница была и полюбила его. Ради проповедей. Что он нарушил? Какую заповедь? А он старше. Ну, не рекомендуется. Но он женился-то не для детей. Может быть, он ее знать-то не знал, как женщину. Он баптист или бесятник, а я за него заступаюсь. Он невиновен. Ни в чем, в том, в чем вы его обвиняете. Вот, Николай Пестов, вы как к нему относитесь? Слышали? Некоторые священники говорят, что человек не может исполнить все заповеди. Вот 10 заповедей. И поэтому для нас дано 9 заповедей блаженств. Мы должны вот к этому стремиться. А то, что заповеди все равно не исполнили, чтобы стремить 9 заповедей. Заранее настраивать. Их не исполнишь, можно не исполнять. Так никогда не учили. Никто не учил из святых отцов. За каждое малое златоуст почитайте 12 томов. Как он? А так и нам не исполнить. А в 9 блаженствах о пьянстве ни слова не сказано. Ну и что теперь? Про наркотики не сказано. Про измену жене не сказано. Про воровство не сказано. Что вы думаете-то? А куда 10 заповедей деть? Главное-то 10 заповедей. А это юнейше написано. Более малые заповеди. Кто одну из малых нарушит, тот малейшим нарешется. Малейшим, то есть не попадет в Царство Небесное. Малейшим на суде Божьем будет. Толкование-то, когда посмотришь, оно совсем не так, как его понимают. Это они выдумывают. А спроси, а где это написано? Нигде от. Он этого не знает. А он знает, что если по всей строгости священнику надо заниматься паствой. Помогать освободиться от пороков. А он просто и Петрахилю фартуком-то накрыл. Разрешается. Они опять в ту же яму лезут. У меня вот одно из самых любимых мест в Святом Писании это Нагорная проповедь. То есть в атмосфее глава 5 и 7. То есть мне кажется даже можно не из-за стены влечить это. В том сердце у тебя было. Слова Христа. Самые обширные, объемные. Ну Лев Толстой признавал только это. И все Библии только Нагорную проповедь. И ту толковал по-своему. Нашел какого-то Сесилия, который там толкует француз по его. И он к этому прислонился. Мы должны понимать написанное только так, как заповедовали святые отцы. Это 6-й Вселенский Собор, 19-е правило, которое запрещает толковать по своему усмотрению. Это у нас одно из самых ценных, не считая священства епископата в православии. Угу. Вот. И сегодня тоже Евангелие читала. Там про Иуду написано было. То есть он делался предателем не просто так. То есть этому предшествовало его бред, нераскаянное воровство. Правильно? Да. 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 А мы думали, апостолы когда шли, мы думали, что он будет освобожден от римского владычества. Но вместе с тем, вот уже третий день, как его распяли. Когда Вымаус шел, и они говорят, мы думали. Иуда тоже думал. Они по лево, по право сесть. Они не о Царстве Небесном говорили. Они думали в Иерусалиме министрами будут. Министрами вооруженных сил, МВД. Вот как. А Господь показал другое. Иуда понял, его интересы преданы. Он никогда тем не будет, кем думал. Предательством ответил на предательство. А деньги это было не главное. Почему он их бросил, они ему не нужны были. Это уж такую цену дали, цену раба. Тут еще одно интересное пояснение. Писал об этих тридцати серебряниках пророк где-то за семьсот лет. А инфляция, все меняется. Меняется одежда, цена одежды, цена тачки, машины, все меняется. А цена раба осталась на месте. Тридцать серебряников. И спрашивают, а почему так? То ли она была сначала большая, потом оказалась маленькой. Это раб в деревянных башмаках. И как только за Христа заплатили, ушло, теперь пророчество выполнено, а теперь цена могла меняться. Мы должны понять, Господь говорит, кто приходит не дверью общая, а залазит Индия, Индия через стену, тот вор и разбойник. И попы, когда отвечают они по этим книжечкам, это вор и разбойник, когда отвечают вопреки Священного Писания. Я не говорю конкретно об этом. Вот такие вот, тут много их вопросов. А что такое дверью? Двери, это говорит, Священным Писанием. По Священному Писанию. Это отвечает Иоанн Златоус. Вот о Христе сколько было пророчеств? Он считает около трехсот. Все до одного должны были исполниться. А если бы заплатили двадцать девять серебряников, это уже не Христос. А тридцать один не Христос, обманщик, вор и разбойник. Все пророчества, все девы вообще примет ради цена. Проверь, дева она или не дева. Это мы верим. А другие-то не верят в это. Но есть то, что нельзя было никак. Он из Ифлиема. И он Назареем наречется. Христос не был Назареем. Вот у него волосы длинные. Оторисует так. Он не был Назареем. Он поселился в Назарете, в город Назарет. От города Назарета. Он не был Назареем. Назарей вина не пьет, а он пил. Друг грешникам пьет вино. Винопийцы называли его. Ну до конца-то надо договорить. Ну ты думаешь, еще уменьшится, как Богородица родила. Монахи говорят избоку. То есть где-то между ребер ребенок прошел. Ой-ой-ой. Она родила обыкновенным путем, которым вот этот пацаненок у тебя получился. Так же самое. Но она осталась девой. А как это так? Двери открылись и снова плево как будто она не была повреждена. Вот и все. Она девой всегда осталась. Она при рождении была. Ему бы не выйти было. Мы должны так и понимать. Она дева. Присно дева. А может быть она... Он как-то... Ну а как? Объясните как. Избоку это монахи уже заумничали. А родилась мысль эта у монахов. И они ее теперь лепят куда надо не надо. Христос родился тем же самыми дверьми. Это двери. Выход из матери. Это дверь. И написано он выйдет и больше никто этой двери не войдет. Это не означает, что... А мусульмане понимают кладбище и там какие-то ворота были. И чтобы имя не вошел Христос, взяли и заложили теперь. Речь идет о Богородице, о Марии Акимовне. Угу. Интересно сказать. Так. Ну вот главное это. Иоанн глава 11, 48 стих. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут и лимляне, и обладеют и местом нашим и народом. То есть это похоже на словатик, вот как про защиту. Если мы будем подставлять щеки наши, противиться злому, то есть не противиться злому, то и придут американцы, китайцы мусульмане, обладеют местом нашим, народом и так далее. Их даже рядом не стояло. Совершенно. Речь идет о том, что за ней в стране назаревало народное восстание против захватчиков. Ну это понятно, что в дальнейшем они подняли восстание. Барт Кохба возглавит его помощник, а Абиг Ракиби у него был в 70-е годы. Уничтожили гарнизон. Римлян, когда пришел в Испасиан, а осаду Тит окончил его сын. Вот. И вот народ-то весь на это настроен был. А когда пошли за Христом, другого царя они не будут ждать, и не пойдут теперь в эту революцию. А римляне оставили гарнизон и ушли. Они понимали, придут римляне, это имеются войска ввиду. Ввиду. Почему? А мы не можем защититься. Они говорили, а может придут? Нет, придут. Придут. Вот они уже заранее все распределили политические события, как сейчас непременно. Война будет в этом году или что-то. Может будет, а может не будет. Но тут они боялись, что авторитет Христа растет. Но это явно они признали. Весь народ идет за ним написанным. И воевать некому будет. Наоборот. Никто не будет. Я об этом и говорю. То есть, многие думают, если, например, все там щеки подставляют, то некому будет защищать Родину. Вот в этом вопрос. Я тогда не понял вопрос. Но я отвечаю именно так. Это как раз речь идет о том, что ни о какой войне речи не шло. Уверовали? Это уже не воины. Они воюют за Небесное Отечество. Умирают. Вот интересно в Евангелии, кстати, много раз Иисус Христос ему угрожал, чтобы побить камнями или что-то. И там, как написано, то он скроется, то станет невидимым. То есть это тоже какая тайна в этом есть. Тайна, да. Он скрылся. Сделался невидимым для них и прошел через них. Это Господь Бог. Он материализованный был Бог через Деву Марии. Настоящее тело, кровь, плоть, все самое. Ну, это написано. Хотели свернуть его с вершины горы. Видимо, это третья глава Евангелия от Луки. Но он прошел через них и прошел. Как, мы не знаем. Как. Ну, не означает, что через каждого изнутров прошел. Среди них прошел. А разве может быть такое? Может. Мы знаем таких, как Афанасий Великий. Он такой умный был. И он, когда его искали где-то, его искали везде. И он с одной девушкой был знакомый. Она прихожанка была. И она его спрятала в сухом колодце. И приносила потихоньку, как будто за водой еду. Опускала еду. И он там сидел. И оттуда разразился таким посланием. Буквально всю империю потряс. И потом вдруг вышел. Кажется, Пасха была. И начал проповедовать. Узнали. Тут сразу со всех сторон окружили. Он внутрь, среди народа. Прошел, вышел. И кто-то видел его. Говорит, он на корабле туда. Он говорит, нас догоняют уже. Он тогда погонял корабль навстречу. Вы не видели, где Афанасий? Он где-то недалеко здесь. А сам в другом направлении. Его сколько ловили и не могли поймать. Афанасий Александрийский. Потом он патриархом стал. А Господь сказал, гонят в одном городе, беги в другой. Да как-то непозорно, непозорно. Он сам беглец. И он говорит, великий беглец. Бежал в Египет. Да. Вот, кстати, интересно у вас было бы там что-то с Билайном ходили разбираться. Я тоже сразу посмотрела, засекла. Мне это тоже каждый день снимали по 50 копеек. То есть за то, что я телефон выключил, кто мне звонил в это время. Вот за это снимали деньги. Я говорю, ну я же снимите, мне не нужно за это. Услуга ваша. Ну с вами. Не надо. Детей не позволяйте это. Мы как-то остановились. Я уже забыл, столько государств было. Кажется в Румынии мы ехали. Только остановились. Здесь останавливаться нельзя. Ребятишки подскочили вокруг. Нам можно останавливаться. Отойдите. Облепились со всех сторон. А у меня собака с собой. Как я его вывел? Она как рыкнула. Ни одного нету. Все. Я привез дары. Какие? А идет-то мужчина, который машина стояла. Ну они шпанята бегают. Цыганята. Он им дал. А я что буду давать-то? Чего ради? Я никогда не даю никому. То есть, когда надо я все отдал. У меня ничего и нету. Карман пустой. На меня если натнется разбойник, он махнет рукой. Я читал про одного рассказ такой маленький. Вор залез в комнату-то и что-то лазит. А вон старик-то лежит на постели. И говорит, сынок, что ты ищешь тут ночью? Я днем тут ничего не могу найти. Днем. А в другом месте он вернулся где-то в санаторий. Инвалид войны послали. Вернулся. Дверь взломана. Он говорит, вот это да. Зашел. А на столе лежит с запиской 50 рублей. Отец, разве можно так бедно жить? Вот я тебе дверь поломал, отремонтируй. Положил деньги. Вот и все. Это реально прямо было. Милицейская сводка. Вот. Глава 12, 50 стих от Иоанна. Заповедь его Отца. Жизнь вечную. То есть это просто одна дана заповедь. Правильно? То есть смысл имеет такой, что я это понял, когда Виктор Игорь Гуго отверженно считал. Разве у меня не было другой цели, как спасти не жизнь свою, но душу. Вот в этом все. Получить Царство Небесное. Только бы не погибнуть. Только бы не опоздать. И в этом все. И к этому все направлено. Мне нравится выражение Мартина Лютера. Он говорит, в мире есть одна книга. Библия и одна личность Христос. И все остальное туда направлено. Если это не касается, а зачем оно мне? Вообще, для чего оно мне? Экклесиаста, когда считаешь, ну весь мир приобретешь, а душе повредишь. Христос это и в Евангелии подтвердил. Что это мне дать? И поэтому любое действие, шаг, ответ, все сконцентрируй на то, мне это нужно будет для прохода по мытарствам для Царства Божия или не нужно. Поэтому не нужно. Я сразу отметаю, мне это не надо. Но это интересно. Интересно, но не полезно. Все, что интересно, иногда не полезно. Телевизор вообще надо выкинуть из дома, не держать его. Потому что столько его отвлекает внимание человека. Ну, я говорю это не только потому, что мой возраст уже заставляет так думать. Я всегда так думал. Всегда. Даже Евангелия когда не было. А мне это надо? Вопрос. Я стою молюсь в камере. И в это время двое спорят. Ну, я молюсь, я же все слышу, что тут делается-то. И они спорят, спорят, там не знаю до чего дошло уже. Но я знаю ответ. И они ко мне обязательно обратятся, как только я кончу молиться. Отец Игнатий, скажи, как? Я ничего не скажу. Потому что сейчас они оба ко мне относятся одинаково. Сказав правду, я сейчас сразу стану врагом одному. А мне ложиться спать надо. И поэтому я говорю, меня Бог послал не для этого. А чтобы вам рассказать о Христе. А дело, о котором спорят люди, это оно маловажное, не имеет отношения. У меня нет врагов ни у мусульман, ни у заключенных нигде. Не то, чтобы я там лавировал. Я просто выстраиваю четкую цепь. Цель. У меня цель спасти душу. И вот это одна заповедь. Царство Небесное получить. Так это эгоизм. Да, эгоизм. Основанный на самоотдаче. Я не могу получить Царство Небесное, если не пожертвую свою жизнь ради Христа. Это интересный эгоизм. Эгоизм через полное уничтожение своего Я. Ну, как-то Даниил Сойф часто об этом говорит, что даже в определенной степени это корыстия такая. Да, да, да. Как бы я ни разу не делаю, но знаю, что она никуда не денется просто. Ну, так бы интересно. Мы должны согласиться. Но наше корыстолюбие основано на полной отдаче всего, что у меня есть. Корысть Царства Небесное. И говорит, идет и продает все, и приобретает жемчужину. Я это сделал. Не бойтесь. Он просит это, я ему отдаю. Понимаете, нужно до конца доходить. И понимать, чего человек ищет. Вот мы в трапезной находимся, а из трапезной заходить, ну, без семи минут, мигнули светом, все заходят. Семь минут до богослужения. Полное молчание. Никто не кланяется. Мы только молимся. Благодарим за всю неделю. Полная мертвая тишина. Кто не зашел, он в коридоре развернулся, в притворе. Так и стоят. Ну, вот одна, однажды надо выходить, она там копается. Должна выйти. У нас не положено одному оставаться там все сумочки, все остается. А что вы подозреваете? Ну, не положено, мы же договорились уже. Вы что меня за воровку считаете? Она вижу, что уже цепляется. Я ей говорю, ну, не положено, сказано было. Да что я, воровка что ли? Воровка, иначе бы ты не оставалась одна. Теперь все. Я понял, что ты воровка. Я тебя три раза предупреждал. А ты опять одна здесь. Зачем ты остаешься здесь? И она, когда вышла оттуда, а у меня потерялись деньги. А сама под стол бросила. Она ушла из общины. Провокатор. А деньги говорят. А вот, Люба, вот они под низом-то лежат. Не твои деньги. Ой, мои. То есть она везде цеплялась. Что я, воровка? Что воровка? Ну, зачем ты это говоришь? Не положено быть одному. У меня в лагере один ребенок не имеет права заходить в келью. Потому что я стопроцентную гарантию даю, что и воровства нету. Двое по разрешению старшего. Ну, и прочее. Я люблю правила. Четкие, ограничивающие свободу человека. И в этих рамках полная свобода. В этих рамках. Я детей такую даю свободу. Все удивляются. У вас такие строгие порядки. И столько детям позволяете? Да. Я позволяю. Рискуя их жизнью даже. Специально деревья. Лазят, как обезьяны. Да кого он упадет? Упадет, разобьется. А почему? Ему охота. Кое-кому я ограничиваю. Не лазьте здесь. Деревья проверенные. Березы, сучки. Ребенку хочется иметь эту свободу. Почувствовать, какой он. Так они души не чают, когда пойдешь. Но вот это нельзя. Да, велосипеды купил. Кататься вот до этого только бугра. И туда-обратно. За него не заезжать. Вот это деревья, за деревья не заезжать. Ну туда метров триста. И туда триста. Да хватит. Шестьсот метров. Катайся. А один на вышке за ними наблюдает. И кричит. А Валерка там свернул в другую сторону. Так, срочно за ним. Запасной велосипед. Догнали. Вернули. Так, ты знал? Перед тем, как сесть на велосипед нельзя, знал. Все, больше никогда не сядешь. Отойди в сторону. Больше ты не будешь. Все предупрежденные были. И других уже другие знают. Вот, свобода. Катайся тут. Отпускай руль. Как ты хочешь. На одном колесе. Но никуда не заезжать, чтобы с глаз не скрылся. Потому что мы в отдельном месте. И часто были чужие люди. Подходили. У меня сорок три года я начальник лагеря. И ни один ребенок не поврежден. Ни один не потерялся. Ну что это стоит? Ни один не отравлен. Это я все взял на себя. Уголовная ответственность. Перед Богом по совести. Это которые лают на меня там, кто бы они ни были. Они ничего не имеют. И мне отвечать не надо на них. Они просто подвизгивают, ходят, цепляются за мои слова. У них ничего нету. Я еще буду ум терять из-за них. Он сказал и сказал. Брань на воротнике не виснет. И весь ответ. Вот мне еще в Ветхом Завете как-то смущает, что написано это вечный мой завет с вами. Есть там много таких моментов. Насчет жертвоприношения. Там что в субботу кто дарова там напилил его, там убиваясь камнями. Вечный завет. Но это же сейчас этого нет. Значит уже как выполнить то вечный. Вечный означает в том смысле, что он не оканчивается здесь на земле. Но иногда слово вечный имеет только для жизни одного человека. Когда он полюбит там где-то рабыню-то и скажет я не хочу уходить, а он должником был. А вот господин его подведет косяку и шилом проколет ухо. И он будет рабом навечно навсегда. Какой вечный? Он же умрет там рабом не будет. Вещность в его жизни. Здесь имеется ввиду, что в Ветхозаветнее все переходит в Новозаветнее на возвышенное. Жертва. А жертва Христа будет и в вечности. Она будет с нами. Христос переходит в вечности. То есть жертва Агнеса остается с нами. Тут надо экстраполяция переход из одного и временной формы в другую. Но это надо чувствовать. Меня иногда вот удивляются. И вы толкование это все так на память знаете? Не знаю. А как ответили? Ну как? Конструкцию знаю, а остальное все время считаю. И вот так. Все знать невозможно. Надо просить Бога, что мне нужно. Есть такие вещи, вопросы, на которые я никогда не отвечаю. Их и задавать они не умеют люди эти вопросы. И Англа Тауз говорит научись не задавать вопросов. То есть ты должен так много знать, чтобы кончилось. Вы задаете это в стадии обучения. Наконец будешь давать другим. А сами вы кому-то задаете. Я обычно вопросов вообще не задаю. С кем знакомлюсь в интернете. Мне стыдно бывает заговорить. Или вот бывает у меня на моем сайте. Ну где-то на форуме или где-то. И вот привязывается там, кочеврыжится. Мне стыдно за него, но я молчу. И вот, а вы сказали, воевать нельзя. Сами обращайтесь. Чего я ему отвечу? Он говорит, а мне до того стыдно. Я даже боюсь глаза поднять. А он от меня за сотни, за тысячи километров. У него нет стыда. И мне стыдно за него. Ты ко мне пришел. За моим столом сидишь и харкаешь. Ну не нравится, отошел, молча да все. А вот, то есть не подыскивайся. Тебе можно ответить? А лучше смирись, отойди. Я мог бы ему так врезать. Не надо этого делать. Не надо. Это по-божески. По-божески я за него еще раз помолился. Он третий раз на меня нападает. Я три раза за него помолился. Ко мне епископы идут и другие там нападают где-то. Ну, а один епископ зашел. Этот болтун-то еще там говорит на меня. Ну, сказал и сказал. Может и правда болтун. Прости меня, господи. А другой, это настоящий православный там архиепископ один. Что вы тут на него говорите? Да благословит Господь и этого Венедикта, и этого Петерима. Я их называю своими именами даже. Это епископ. Ну, то есть христианину больше собственно благословлять, но не проклянуть. Ну, конечно. Ну, сказал. Но еще вам не обидно. Но знаете как? Уже и возраст мой не тот. Вот. Я себя сравню по пословице. Старого быка, чем больше бьют, шкура толще. Меня всю жизнь долбят. А сами ничего не знают. Мне до того смешно. Ничего нету. Даже имени нету. Имени нет. Какие-то цифры поставят. И аватар там. Фотографии нету. Ни анкеты нету. У меня все выставлено. Все телефоны домашние. В скайп заходи. У меня все открыто. Закрытой темы нету. И адрес точный, где находимся. И адрес этого дома, где я говорю. И телефоны все мои выставленные. Вот этот стоит, который барнаульский. И они мне везде выставлены в объявлениях. Ничего нету. Бог хранит. А то боятся. Да вот нападут, да где-то. Я в это не верю. Просто не верю. Ты сам себя унижаешь этим. Мне интересно жить так свободно. Я когда обращаюсь в газетах, везде адрес мой телефон. Объявления о детском лагере. Везде телефоны. Приезжаем в визитки, где раздаем на всех телефоны. Визитки, которые посылаем. Это тысячи. Мы сразу издали сейчас 15 тысяч. Это во славу Божию. Но не надо себя томить этим. Надо жить свободно и интересно. Я радуюсь всегда. Потому что я свободный. Да. Я попрошу еще об одном, Юля. Внимательно. Чтобы заочно нас не разлучили. Заочно. Если у вас какие-то подозрения ко мне будут. Что-то открыто мне выскажите. Это все выставляется в интернете. А не так. Кто-то сказал там. Баба или кто-то. Они сказали. Они не подтверждают свои слова. Я прошу. Пусть они скажут. Мои ошибки, недостатки. Я принесу покаяние перед ними. Какой я вред может нанес. Но только во свете Библии. Одно условие. Во свете Библии. Я просто не сказала. Если вам что-то не нравится. Молитесь. Если это от Бога. То я утвернусь в этом. Я молюсь каждый день за вас. Каждый день. Спасибо. Мы стараемся. Я этим людям говорю. Вы молите за меня. То есть если это не от Бога. То Господь меня отведет. Если это от Бога. То я еще больше утверду. Так вот так. Это в Библии об этом говорится. Об этом говорится. Если это от Бога. Да впаду в твои руки. Когда я гонялся Саул за ним. А если не от Бога. На меня клевещут люди. То они ответят за это. Царь. За мной вины нету. Когда Давид ему кричал. Через пропасть. Он ночью мог убить его. Ему Овеса говорил. Я его ударю. Удар не повторю. Он говорит. Не надо. Помазанник Божий. Сосуд у него взял. Копье там. И унесся. Потом кричал через пропасть. Помните? Да. Ну. Давид был зятем его. У Саула. И Саул гонялся с войсками. И ночью он. Господь усыпил их всех. Он проник встан. И он лежит там в пещере. Он его взял в сосуд. Меч. И ушел обратно. А утром когда проснулись. И он кричит. Кто это? Он говорит. А где твой меч то? Он только. Вот я тебе сейчас одежду отрезал. И то об этом поскорбел. Что отрезал. Ну не натравили тебя. Он говорит. Ты правее меня сын мой. Как я согрешил. Вот и все. Люди которые против меня воюют. Все до одного будут каяться. Все. Это не здесь на том свете будут каяться. Я все что делаю сто процентов искренности. Нигде ни капли лжи не добавляю. Я люблю моего Господа. Они ничего не могут доказать. Они заблудили народ. Наростили вот эти разные предания. Которые не церковные. Слюнями крестить. Песком. Почему я должен с этими песочными слюнтяями соглашаться? Вот от Луки 10 глава. Кто ближний твой Господь рассказывает. Когда. Ну сами знаете там проходили. А если вот я например иду по улице. И вижу что бомж пьяный валяется. Я как христианка. С одной стороны у меня как противоречие. То есть противимо или не изменимо просто. Что уже там. Это три вопроса есть. Это у Льва Толстого я уже припоминаю. Вопросы задали. Ответить не могут. Кто самый дорогой для тебя человек. Ну то есть и близкий. Понимать можно. Дальше. Какой самый дорогой час времени у тебя в жизни. И какое самое дорогое место для тебя. Ну и спрашивает одного другого. Там во всем государстве разбрелись. И никто не знает где как. И стали искать у древних. Нашли старого человека. И наконец нашли одного такого. Что у него борода уже не зеленая. А желтая. И вот. Его в корзинку посадили там какую-то. Потащили. И спрашивает его. Как. Какое самое дорогое место. Он говорит. Там где ты сейчас находишься. Для меня самое дорогое. Ваше императорское величество. Что я перед вами. А для меня. А для тебя. Что я перед тобой. А какой самый дорогой сейчас. Прошлое не наше. Будущее еще не наше. Дорогой сейчас. В которой я живу. То есть. Он на каждый вопрос. И дело. Которым сейчас. А кто самый близкий. Тот который передо мной. Вот ответ. Кто перед тобой. А не за Бога. Которого не видишь. Как можешь любить. Ближнего. Которого видишь. Он ближе тебе. Да ближний. Но как к нему относиться. Мы идем. Идем из церкви. И вдруг. Я вижу. Уже. Мороз так ударил. Лужи застыли. Но снега еще нет. Лежит человек. Пьяный. Я решил его поднять. Холодно. Застыло. Мне говорят. Да не надо. А я молодой. Сильный. Здоровый. Я его утащил. Я его поднял. Гляжу. Это. Из нашей бригады. Работник. Он меня увидел. Ах ты. Баптист. Он как. Давай меня пинать по ногам. Пинать. Да бьет здорово. Да по ногам. Я его. Не знаю что с ним делать. Я кое-как дотащил его до домов. Где там дома то. Узнал где. Ну и отдал. Ну и на этом все. Но когда в понедельник я пришел. А его там видели. Ты. Вчера нажрался. Ты помнишь. Нет. Этот то. Баптиста. Тебя притащил. Ты замерз. Баптист. Так он меня нашел. Я в подвале работаю над отбойным молотком. И он меня нашел. И как он каялся. Ты меня прости. Я ничего не помню. Да я сам не знаю. Ну что я ему буду говорить то. Баптист не баптист. Но он не замерз. Я уже доволен. Он мне оказался ближним. А у меня ноги синие были. Прямо с синяками заплыли. Ну и все. По славу Боже. Отхожу. Да? По славу Боже. Вкусно? Да. О, видишь как.